Наши дети из дома Кадыкова 18 как уходят, так и колеса машин. Наши дети из дома Кадыкова 18 в подвале хотят открыть мини-пекабель. Мы в прошлом году полгода жили как луками, долбили, сверли, на окна с той стороны. Вообще манипулятор и бетонный обвоз прямо в окнах. Все копшие, все манипуляторы чуть ли не могут не служать. Там у нас дорога сейчас. Во-первых, в подвале без согласия собственников никто ничего не может делать. Я надеюсь, что у них муниципальные, это не муниципальные. А, муниципальные там, ясно. Спасибо, пожалуйста. Рассмотрим, прошу. Мы уже скорая пьем с вами. Здравствуйте. Все, да? Вопросы нет? Пожалуйста, по поводу больницы у вас, девушка, задавала вопрос про педиатра. Мы переехали к вам недавно сюда, в Чебоксару полгода. Ребенок учит в его школе. Мне, допустим, нужно предоставить справку от педиатра, сюда, медработнику, чтобы моему ребенку оказывали бесплатная медицинская помощь. Молодцы. Да. Я со своим полисом, которого старого образца, педиатр, оказывается принимать. Хотя мой полис, и полис ребенка, и публика ребенка, и этой больницы. Мне как быть. Нет, руководство больницы обращались? Письменный отказ взять. Нет, руководство больницы, вам просить за это решение. Делайте новые полисы. Нет, обращались? Обращались. А делали полис, проблемы, это новые были? Нет, почему я должна тратить время какое-то, когда у меня полис новый, он действует по всей России? Почему я должна терпеть какие-то неудобства, чтобы, допустим, пойти в поликлинику, в педиатру? Нет, вы опять же повторяете, заведующая обращается, заведующая. Я обращалась к заведующим, мне сказали делать полис электронный. Заведующая сказала, да? Да, да. Надо письменно обратиться, и письменный отказ. Я обжелаю. Запишите, пожалуйста. Хорошо, подойду. Да. Высок. Ну что, про желтые тюльпаны теперь вопрос, самый актуальный. Спасибо. Спасибо, Елена. Как всегда, спасибо. У меня вопрос вам. Вы все-таки собрались в школе, и у меня вопрос по какому-то школу. Вы как там, по экономике и финансам, я считаю, что вам нужно делать доклад по поводу школы именно на какому-то. Что-то нужно делать с этим. Потому что просто это невыносимо приходить в этих промежуток. Обижать его артисты, спасибо. Ну, хоть как-то будет притормаживать, потому что водители, получается, пешеходов не видят. Там, по-моему, есть лежачие. Там, по-моему, есть еще 26-й роковой улице. Да, да. Там на вот этом правом участке, получается, от Коваса до Кадыкова два пешеходных перехода. Это где-то? Задержи. Охранная оборудовка. Примесят 18.25, где-то на БАК-УЗОК. А зачем тот надо было переносить-то? По просьбе Туэльевича. По просьбе? Конечно. Там такой поток. Ужас. На рынок. И так далее. На собрание. Почему? Мы там живем с утра, с 7 часов. На собрание же не все граждане ходят. До вечера. Там у нас у нас остальники и дети. Следующий вопрос. Рединия на прекрасный сезон. Нам здесь отдыхать не надо. Большинство не ходят, говорят, на завес. Начинается дашний сезон. Тордея у нас ходит до 10 часов. После 10, хоть пешком ходим, нам не на чем добираться до нашего района. Большинство не ходит. Что нам делать? Хотя вот как раньше. Пройдите бы нам в трагедию, заходите бы по дольше. Купить эти, палочки для ходьбы. Вы на школы с центра, что-то войдет. Хоть и гулять, тогда зайдите на воду. Если 9 часов там не сядем, а мы хотим там где-то везти. До полотенца тогда будет. Восстанавливается с дачи. Ну поздно. Поздно действительно бывает иногда. А дальше у меня... Либо 10 километров, нам не будет другие класса. Дороги нет, мы ходим в обряде. То есть в городе Сухо я всегда спрятую. Нет, а какой-то... У меня пятый подъезд, в 16 доме пятый подъезд. Я вхожу прямо на садик. Так. Вот. Получается, по сути, я не могу в свой садик ходить. Я слева, либо справа его обхожу. Но иду по кредитам на воду. Да, вообще нет дороги, ни в какой-то кредитам уходят. Вот там дороги не нужны, тротуар, скажите. Да, тротуар, да. Забишем. У нас еще садик тоже. А еще, кстати, да. Наш садик, весь сферный получает. Ну как бы наш. Мы тут находимся на территории нашей дому. Приезжают со всех даемых города. А наши дети почему-то ходят в садик. Нет, мы не можем там нет. Мы не можем, нет, наши дети не могут попасть в этот садик. Хотя у нас уходят из дома, а у нас садик. Мы должны две остановки, три остановки. Возъявление писали? Нет, нет. Я хотела к администрации. Вы мне сказали. Нет, нет. Память о проживании 5 садиков уговорить, рекомендовать. Можем мы... Какой администратор вы говорите? Какая? Количество районной администрации. Все администрации. У вас отдел на первом этаже. Яков Леонидович, на первом этаже ваша администрация. Это общегородской. Но она так говорит же. В администрации вашей находится. Мы не пишем за... Алиса, мы передадим в управление, пожалуйста. Так я ходила, они меня не принимают. Мне так... Мне так не пишут. Есть, нет. Там есть... Полиция администрации, седя, децентра. Но управление образования... Захар Леонидович, место работы по Московскому проспекту ТОК-8. Есть приемные? Лидии, оставьте с ним. Электронным способом можно отправить. После электронной формы, пожалуйста. В интернете. Тррррррр, нашлепал, отправил... В нашем микрорайоне нет такого места, где можно будет проводить вот такие вот большие и от старшего поколения. Сколько людей вышло из общежитий с детьми. Так что большое вам спасибо, что вы предусмотрели такую площадку. И пусть она будет действительно первой, а фонтан будет чуть попозже. Мы надеемся, что летом этот фонтан не помортируется. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще вопросы, пожалуйста. Можно? Макеев Александр Николаевич. Проспектура строительства. Я благодарен, что такая встреча произошла. Многие вопросы решили. По Калининскому району, конечно, в Рыжниче много было сделано и делалось. Но у меня единственный вопрос такой. Это по капитальному ремонту. Дело в том, что в нашей стране имеются должники. Как с ними бороться? Вот этот вопрос, это нужно законодательно как-то решить вам, чтобы должники оплачивали. Они будут говорить о том, что там даже квартиры есть, которые не приватизируют. Тоже капитальный ремонт не обладают. То есть вот этим должникам. Почему? Допустим. Да, сейчас я тебе право вам сказал, что если будет сбор до 90 процентов, включено в план капитального ремонта, то извините. До более 30 лет. Мы что будем дожидаться? Нас перенесли на 30 баллов. Мы что будем дожидаться, когда лифт ровнет? А потом будем разбираться. Эти неправы СНКД там плохо работают. Почему-то вдруг сваливают на работу СНКД. Следующий вопрос. Это законодательный. Это нужно обязательно вопрос решить. Потому что если мы не решим это, это так и будет везде. Дальше вопрос. Это неоплата за коммунальные услуги. То есть зарплату. Есть которые не оплачивают более года. И к ним никаких мер не принимают. Почему, если директор не оплатит зарплату своему работнику, не более прожиточному минимуму, его тут же оштрафуют? А почему квартиросъемщик собственник, который не оплачивается зарплату, к нему никаких мер не принимают? Вот проект в прокуратуре. Дальше мы подошли в собрание. Кто быстрее перенесет, войти в программу 2017 года. Из 14 пространств нам своевременно принесли по 7 пространствам. Эти 7 пространств мы включили в план работы 2017 года. И его успешно релят за влаги в 2017 году. А вот ваш проект, ваш территорий должен был проект в 2014. Но вы не соизволили нам принести протокол от собрания и включить ваши планы. В плане 2017 года. Соответственно. Микрорайон. А не дворовая территория. Микрорайонами. Программа была на микрорайонами, на один двор. Взять дворовую территорию. Мы реализовали проект по 17 домам, если у нас проект. По 13 домам микрорайон. Мы реализовали его в 2017 году успешно. Захочет ли другие дома ремонтировать нашу домовую? Это уже инициатива ваша должна быть. А мы сделали ее. А вы сказали денежные средства нету. Поэтому я задаю вопрос к администрации города. Больские денежные средства. И сколько можно денег... Вот. Это что такое? Сколько детей будут ходить по каналам, прыгать по этим... И по тепловому углу. Несчастный случай ходите. И с той стороны... АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросов у меня три. Первый вопрос. Вы сейчас сказали, что дороги ремонтируете. Дорогу по Кадыково. Здесь которая. Я здесь живу 3,5 года. В 35 доме трактора строителей. Если я не ошибаюсь, в моей памяти ее ремонтировали два раза. Летом мы ездим по хорошей дороге. Зимой... Зимой... Зима заканчивается, снег тает. Дорога тает тоже. Вы ее сейчас видели? Дорога расстраивала заново. То есть, вы как-то подрядчиков, может, поменяете или еще что-то. Вы сейчас по ней приехали. Видели ее наверняка. Она вся в ямах. Летом мы ездим по хорошей дороге. Сейчас что? Новые технологии. Да. Вы говорите, новые технологии. Вы их проверяете. Они как-то у вас пропадают потом. Или куда деваются. Два раза в моей памяти ремонтировали дорогу. Сама лично ездила летом. Все хорошо. После зимы ужас. Угу. Второй вопрос. Ладно, потом ответите. Второй вопрос. Очень рада, что у нас фонтан в окно Шапашкарах будет отремонтирован. Но в прошлом году вы отремонтировали реставрацию территории и провели в реактор строителей 11 около обоса. Вопрос, зачем? Там был совершенно хороший сквер. Да, мы поставили там площадку. Но рядом стоит разбитый ужаснейший фонтан. И хороший сквер был. Около обоса. Где вы когда-то были? Там были хорошие дорожки. Там была зелья. Рядом стоит разбитый фонтан. Как вы это определяете? Непонятно. Этот фонтан ничем не мешает детям. Это будет обоса. Нет, он не мешает, понимаете. Но фонтан разбитый. Я просто... Вы обменяете эти проекты. Вы даже, наверное, не выезжаете туда, не смотрите, что находится рядом. Шапашкар вы обремонтируете потом. А хорошую территорию вы уже, ну, сейчас в нее деньги вложили. Это второй вопрос. Третий вопрос. У нас есть больница детская. Очереди там ужаснейшие. Все последние три раза, которые мы туда приходили с детьми, нас принимали за век. и обслуживались. Потому что шестой участок, она... Участок нас определила. Кормят нас постоянно завтраками. Что сейчас, сейчас мы найдем педиатра. Педиатра лета уже полтора года, если я не ошибаюсь. Может быть, даже больше. Нас там, конечно, принимают, но остальная очередь сидит. И все время не обещают, что в последний раз мы были в ее кабинете. Все. Угу. Хороший вопрос. Ответов не будет. Сейчас отвечу. По поводу того, что касается ремонта дорог. То, что сейчас на него озвучила, действительно, до... Начиная с прошлого года только начали контролировать ремонтные работы. До этого не было такого строительного контроля над ремонтом дорог, по магистральным дорогам Голочево-Ансад. Мы, наверное, с прошлого года, вам не сами видите, какие-то визы, где раз показывали. Нам это на конкурсе на основе подряд для организации строительной конторы над этими подрядчиками. Они проверяют материалы на... Асфальт-бетонного завода из какого материала сделаны, на какой температуры, то этого, действительно, не было. Я с вами соглашусь. Может быть, да, ремонтировали. А следующий год, может быть, могли появляться... Вы хотите сказать, что сейчас они ее отремонтируют, и она больше не растает вместе со снегом? Так вы хотите сказать? Я так хочу, чтобы она не растаяла. Почему? Ну, нет, ну это правда. Вы посмотрите, ремонт прошлого года. Я не видел там ремонт, который был пять лет назад и так далее. И были конторы, которые действительно после ремонтных работ банководились. Их даже нет. Не на то даже надеяться, что они отремонтируют за гарантийные сроки. Но с прошлого года контроль над ремонтом работы был уже в тот раз. И сами общественники выходили, проверяли, да, качество ремонтных работ. Такая ряда этих подрядчиков, чтобы они за свой счет ремонтировали, если вдруг... У них гарантийный срок сейчас 6 лет. За 6 лет подрядчик за свой счет будет ремонтировать дом, который они выполнены согласно контракту. То, что касается реконструкции фонтанов, почему в прошлом году оба сделали? Потому что таких денег на строительстве фонтана, стоимость фонтана, рассчитывается около 50 миллионов рублей. У нас будет средства на эти телы, только 30 миллионов. Соответственно, мы начали с малого. Хотя бы сделали сквер. Мы его дальше будем развивать сквер. Там площадка, где елка стояла зимой. Сейчас мы используем скейт-парк. Там будет скейт-парк. А на детской площадке искусственные попрытики мы еще не будем скверы доделать. Мы это тоже доделаем. В мае, в начале июня все будет выполнено. И, соответственно, параллельно начнем уже благоустройство перед шубашками. И напротив, на детский парк будет уже первый этап организации, и дальше зеленая зона. Лесную зону у нас уже практически проектов на экспертизе. Практически там 20 вектаров леса будет парковая зона. Поэтапно будем развивать. Спасибо. Терапевты. И про больницу детскую еще. Про больницу, я думаю, надо письмо Минздрава отправить и письмо на ответы. Отправьте, а то очень уже прям... Записали только адрес моего. Запишите. Можно дать теперь, Юрий Алексеевич? Ага, Шокеев Юрий Алексеевич. Активный гражданин, некоторые говорят. У меня социальные, конечно, вопросы. Вы, как представители администрации города, должны быть в курсе всех событий, которые происходят в городе. Именно меня интересуют вопросы школы. Я уже около трех лет хожу на публичное слушание касаемо застроек территории. В данном случае применительно к этому микрорайону это район Кувшинка. На этих публичных обсуждениях эту территорию застраивает товарищ Лапшин, ООО «Лидер». Обещали построить школу. Сперва за Мадагаскаром, потом плавно эту школу перенесли в район местокомбинатского проезда, когда все-таки будет школа. Потому что сороковая достаточно загружена. Некоторые же говорят, что перспектива, что будут ходить в три смены. Следующий момент. Школа в четвертом микрорайоне. Когда ее все-таки построят? Господин, ой, фамилия у него Мурыгин, депутат наш, товарищ, отдел Финстрой. С 2004 года обещали построить школу. И садик в том числе. На 800 мест. Ничего нет. На этих местах построили многоквартирные дома. Балдрис. В микрорайоне Соленое. Так же. Школа когда будет? Застроили? Не застроили? Не садиков, не школа. Одни обещания. Дальше вопрос. Социально значимый. Для муниципалов. Вот программа переселения граждан из аварийного жилья. Муниципалам предоставили жилье в том числе Соленое, Поленецком, Самол, вот здесь недалеко. И есть такая уважаемая и неуважаемая фирма, занимающая домофонами. Этим муниципалам навязали услугу домофон. И этим муниципалам надо оплачивать эти 1800 рублей. С какой стати? Собственник у нас город. Все, что касается муниципальных квартир. Почему муниципалов должны приобретать за свой счет, заключать договора и пользоваться этой услугой? Следующий момент. Рынок Шубашкар. В свое время ООО «Азов», да, там пытался застроить территорию, строительный, я не знаю, спортивный конкурс. История. Достаточно длинная, протяженная. Когда она закончится, непонятно. А что можете сказать по этому вопросу? Так. Ну, пока вот эти вопросы. Нет, да у меня тут, мама дорогая, тут целосообразие сочинения. А, кстати, по поводу кадетского корпуса рейтингового голосования. Вы почему-то кадетский корпус обозначили третьим. Он вообще занял четвертое место в рейтинговом голосовании. Или вы там переиграли, чтобы его за счет этих федеральных средств застроить? А? Нет. Тут очередности нет. Все четыре объекта будут построены. Ну, три же сказали будут строить. Три. Уже четыре, да? А, может. Все. Это же хорошо. Все-таки давайте к школам вернемся и вот муниципальным вопросам. В школе, по школам Некрайли-Куршинка, есть такие моменты, что прорабатывается вопрос по проектам. По позиции метра четыре, пока ничего не могло быть еще. По соревнованиям детский сад уже начал свою строительство, поэтому там тоже, безусловно, есть такая потребность. После детского сада. Ну, Юрий Алексеевич там живет фактически, ну что, как так? Он живет там в курсе событий, да. Я в курсе всего. Эта территория лучшей тройка, да, лучшая федерация футбола. Он успел его пару объектов там построить, сарайчик, можно сказать, да, и, соответственно, землю не могут отоплать на него. Он фактически уже собственный этой земли, соответственно. Но он фактически с самого уже в поле, где нет, что он живет далеко на юге. А землю отопирать от частного лица тоже пока не получается. Ну, такой же долгострой стоит около московского моста, ну, гостиницы наши. Планы работают, и московские, правильные московские моста тоже работают. Сейчас уже банк этот не достроит. Сколько будет, чтобы длительность будет его банка. Уже инвесторы подыскивают, подыскивают практически. Да, да, да. Я даже в письменном виде отправил. Ну, вам дадим письменное. Ну, зря вы улыбаетесь. Нет, вот тут смеются товарищи. Им все на ха-ха. Мы вам действительно ответили на это вопрос. Спасибо. Здесь все есть что-то? Здравствуйте. У меня зовут Шинова. Да, с этой стороны строится кулшивка. А 44-я лица гимназия с 5-го класса только сделали. Почему? Вот 1-й и 4-й классы должны начать понимать. Чтобы нашу школу немножко возгрузить. Здесь хотелось бы обозначить, как я уже говорила, поставить демократическую ситуацию, которая всплывает благодаря поддержке нашего государства. Руководством города безусловно ведется работа, как я уже обозначила. У нас сейчас в правильном формате мы согласовали в школах и строительных кулей, в районе Ленты. Это, конечно же, разумеется. Больше 20 школ таких, которые работают в сменном режиме. Словно, это сложно. Это проблема. Мы стараемся максимально ее решить, когда их не сможет. Потому что мы все должны знать, что с микрорайона Садово ездят... С микрорайона Садово детки ездят на улицу Николая Радбельский из школы. Это, безусловно, тоже очень далеко. Поэтому... Мы будем очень надеяться, что та школа, которая будет построена в районе Лента, разгрузит... Мы в 4 школах. В 4 школах. В 4 школах. В 6 школах. В 6 школах. В 6 школах. В 6 школах. Давайте вопросы все-таки за по социальным вопросам, поэтому мы запишем и обязательно, куда отправить ответы. Мы обеспечиваемся на пятилетие, добрый вечер. Только 20 минут, да? Как? Только 20 минут, все же не наши. Спасибо. Пожалуйста, Илья Васильевич. Всем добрый день, добрый вечер. Сейчас, подождите. Можно нет вообще тебя? Илья Васильевич, подождите, пожалуйста. Ради бога, женщины у нас всегда впереди. Я вас уважаю. Уважаю, и 8 марта в том числе. Вы являетесь матерью в фитнес-классе в этой школе? Тогда переходим на вопрос с матерью. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Мокраб есть? Представьте, пожалуйста, адрес. Меня зовут Кокок. Слышно? Меня зовут Кокок-2, проспект, строительный дом 8. У меня вопрос по поводу басилья, который находится в Фонтан, возле Шмашка. Много строительства, который мы подавали, голосовали. Известные сроки, когда будет его ремонтировать, сделать. По поводу кольца тоже хотелось бы, буду слышать, сроки ремонта. То есть, эта дорога, которая будет сидеть на воюте, я запутаю. Не понимаю? Понятно вопрос, да. Сейчас, сразу запись. В вопросе, я вам сказал, что фонтана, да, Леонид Шмашка? В данный момент проект для работы еще не завершена. Но фонтан мы завершены. Мы под условием, как он фонтан сейчас проектируется. Проектант обещает сдать нам проект в конце апреля. Значит, проведет экспертизу. И думаю, начнется работать не раньше, не уже, не месяц. Но в этом году будет ревизован в этот проект. Будет заберем. Пока. Будьте бдительны. Если увидите, что кто-то подъезжает, не пьяный, в подъезде что-то ищут, и позвонит 02, и пусть приедут, и их задержат, доставят в отдел. Потому что эти закладки и могут найти наши дети. Там же они пакеты разные, розовые, красные, могут сами попробовать. Если я не смогу, я ничего не поможу. Не помню, запишу. Не знаю. Если я правильно, мы не говорим на второй этапе, что послушаем. Потом, что все так же. По третьему вопросу я сделаю. Спасибо. Тогда предоставляю слово Николая Бетонченко. Расскажет ситуацию. Применоверная ситуация Николая. Детали тысячи деток. За последние пять лет учеников в школах увеличилось на 9,5. тысяч человек. Мы, конечно же, рады такому прибавлению. Но, тем не менее, нагрузка на школы ложится большая. И в этой школе, как мне уже руководитель сказал, что две смены обучаются. Конечно же, это будет не должно. У нас возникает порядка 20 школ. Идет по сменной работе. Ситуация, безусловно, требует оперативных мер. В 2017 году за 10 месяцев вместо двух нормативных была построена, введена эксплуатацию школы на Гладково на 1100 мест. В 2017 году был проведен аукцион, и в 2017 настоящее время идет стройка на школу аналогичного количества принимаемых детей в тысячи стоят в Волжском трим. На 711 миллионов рублей у нас эта стройка состоится, и срок в годную эксплуатацию в июне следующего года. Разработан у нас проект «Гашническую школу недостаточно еще». Несколько школ на 1600 мест в Новом городе, на 1650 в Садово. Экспертиза в настоящее время на проект «Гашническую школу» получена. Готовится также проектно-газметная документация на стройке со школ в микрорайонах университетский «Радужная» и «Лента». А в Кувшинке когда будет школа? Можно вопросы после? Наступение закончено? Я как раз сейчас завершу. Спасибо за принимание. Что касается дополнительного образования, помимо основного, из городского бюджета уже выделяется более 500 миллионов рублей. Сегодня свыше 67 тысяч детей занимаются в кружках из секторов дворца, творчества, а также при общеобразовательных школах. У нас есть баннер на сайт управления образованием, благодаря которому любой из вас, как родители, может зайти и просмотреть, где ваш ребенок может заниматься. И как родители, только благодаря сословскому учителю и другого вашего ребенка, либо самого ребенка. Мы продолжаем растить своих чемпионов. Построены три площадки для мини-футбола с искусственным пропактивой на территории школы и две универсальные площадки круглодичного использования. Одна в Забожье, другая у нас на Игорьском бульваре. В этом году установим площадку в микрорайоне Цириноя еще для два мини-поля на территории школ. Уважаемые жители города, Калининского района, Мы все с вами идем в положительную динамику развития 2017 года. В 2018 мы этот векр, безусловно, продолжим и будем наращивать. У нас придет 550-летие нашей столицы. Безусловно, мы хотим войти с достойными, прекрасными образами нашего города в новом формате. Но это, конечно же, не без вашего участия. Мы вас благодарим за вашу активную участие, за вашу активную позицию и будем рады вновь слышать ваши отзывы о нашей работе, потому что это, безусловно, берется в учет. Спасибо. Мы рады вас провести, благодаря соответствующему технологическому процессу, к благоустроенному виду того, что есть. Вид сбоку. Я не правильно говорю? Да, да, да. Есть проект, вот эту свалку сейчас вот трампулю, и закроем пленкой. И на нем будет зеленый сад. Мембрана называется, да? Геомембрана. Потом, соответственно, зеленый покой, да, гембрана. И потом его, ну здесь, зеленый сад. Сквер будет, да? Да. Проразгай. Далее хотелось бы рассказать о дошкольном образовании. Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы в комфортном городе росли здоровые наши детки, чтобы родители были спокойны. В настоящее время Чебоксар посещает более 26 тысяч детей. С 14-го года отсутствует у нас очередь для малышей с 3-х лет. Но, безусловно, демократическое дело с целью потребуется порядка 90 миллионов рублей. Эти следствия необходимо нам изыскать. Мы, безусловно, это сделаем. Надеемся, мы на республиканскую поддержку в этом вопросе. А так, мы в 2017 году выполнили ремонт на 14 участках и выполнили строительство на 12. Здесь планируется завершить за 3 года ближайшие 26 предприятий. Стратится это порядка создания 2 тысяч рабочих мест. В 2017 году открылось предприятие «Вирсармодора» с созданием рабочих мест в количестве 50. И буквально открыт в производстве цеха, вот недавно, НПП «Каскад». И они уже в производство запускаются с июля месяца. Безусловно, современный город не может жить без строительства. План года в 2017 году эксплуатацию мы выполнили. Это порядка 323 тысяч квадратных метров. Планку ставим для себя в 2018 году. Выполнить порядка, скажем, 325 тысяч квадратных метров. Конечно же, все мы знаем, что существует проблема не только у нас в Чебоксарах, но и в других муниципалитетах, как Аманда и Дольщина. В Чебоксарах сейчас 10 домов, сроки которых нарушены. В прошлом году введены 4 долгостроя, в которых далека предоставлено 336 квартир. В 2012 году большая часть проблемных домов, точка которых официально признанно обманкой, была закреплена за администрацией города. И в течение 5 лет мы выполнили взятые на себя обязательства. И завершили строительство 12 домов, это 1200 квартир. Далее, конечно, как люди, свойственно нам. И стареть, и взрослеть, и мудреть. Поэтому без торговых взносов на капитальный ремонт МКД, конечно же, существовать не мог. И очень положительно является тот момент, что динамика в лучшую сторону у нас сейчас присутствует. Если в 2015 году этот показатель составлял 35%, то уже в 2017 году 100% результат. Уже в 2017 году мы планируем ремонт благодаря этим средствам 109 квартирных домов. В 2017 году отремонтировано 153 на сумму 550 миллионов рублей. То есть благодаря этой программе за 3 года обновился 381 квартирный дом. То есть это порядка 63 тысяч чебоксарцев. В начале нашего с вами разговора была обозначена такая программа, как формирование комфортной городской среды. В 2017 году, благодаря ей, проведены реконструкции 25 дворовых территорий. Обновлены 3 общественных пространства. Все мы это ощущаем. Это так, что мы можем. Остановка у дома мод. И если мы поземнее были в сквере Константина Ланова, то мы тоже, безусловно, увидели динамик поздненения этих общественных пространств. В настоящий период мы планируем спроектировать общественный пространство в количестве 18. Мы с вами проходили по 17 марта такой момент, как рейтинговое голосование. Результаты были озвучены. Значит, широко обсуждалось и отобрали вы, как горожане, четыре общественных пространства. На первом месте, как я хотелось обозначить, это благоустройство территории Московской набережной, Кадельского сквера и Красной площади. Остальные пространства вот в этом году мы будем ремонтировать и приводить, регистрируясь, скажем, приводить в совершенно другой формат, который мы выбираем. Остальные пространства в ближайшие 19-20-е годы. Безусловно, в создании комфортной среды проживания участвуйте вы, здание горожане. Достаточно много программ, ухода из них такой момент, как инициативный бюджетирный. То есть вы, как горожане, как собственники УКД, можете на общем собрании принять решение о благоустройстве своей дорогой территории и, соответственно, выйти с этой инициативой в администрацию района. И в последующем уже при проведении определенных процедур мы выходим на республиканский конкурс, в котором все финансированные все-таки данные проекты тоже присутствуют. И благодаря вашим душевным порывам и желаниям мы будем исполнять вашу мечту, скажем так. Значит, что касается программы «Безопасный двор», то введенном наблюдением за три года оснащены 209 дворов. Все финансированные жители составили около 11 миллионов рублей, то есть 27% общих заправ. Это у нас от жителей. Отремонтированы балконы и фасады в 29-м, многоквартирные домы, отремонтированы лифты, трех домов. С фасадой бетонной крошкой в прошлом году покрыты зарубчатый сектор на 46 улицах на сумму 14 миллионов рублей. То есть в любом случае в общем формате, если просчитать, сколько софинансирования горожан было в нашей программе, эта сумма составляет порядка 400 миллионов рублей. Мы, конечно же, благодарим вас, жителей, за понимание, за инициативное участие и хотим попросить и в дальнейшем быть такими же активными для претворения наших с вами общих моментов. В 18-м году, безусловно, эта программа продолжена, в 19-м тоже. На сайте администрации города будет у нас буквально было поручено подготовить бары инициативно-дюджетированные, где мы в своем же формате диалога будем прорабатывать этот момент. Что касается транспортной инфраструктуры, безусловно, город не может без нее развиваться. Мы вошли в программу безопасной компании. Благодаря этой программе на дорожное хозяйство из бюджета всех городов было направлено порядка полутора миллиардов рублей. В прошлом году, благодаря этой программе, мы отремонтировали 27 зарок на сумму порядка 737 миллионов рублей. В этом году у нас уже перечень объектов сформирована сумма 835 миллионов рублей. Все мы видим прошлогодний результат, результат на лицо, дороги. Стали у нас новые, современные технологии, современное оборудование, техника, поэтому мы знаем и уверены, что качество будет на лицо. Безусловно, нашим гордостью навекать является Московский мост. В первую очередь, была у нас открыта в республике. В вторую очередь, то есть окончательный формат нашего моста, будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Но, безусловно, самым масштабным и перспективным проектом по федеральному программе развития транспортной системы станет протяженность полукольца в город, где хочется жить. Город динамично развивающийся. Численность населения уже у нас перешла за 500 тысяч, 502 тысячи по данным Чувашстата на первые двоя. Соответственно, рост безусловен на 2,8 тысячи. человек. Динамичную работу показал и промышленный комплекс города. Оборот организации составил около 216 миллиардов, если в процентах вредит 6,5%. Это произошло благодаря таким предприятиям с открытием новых производственных линий, как Элара, Кромэнерго, ЖБК-9 у нас внедрили новую линию производства стеновых панелей. завод «Строймаш», где стали выпускаться новое изделие для автомобильной промышленности. Благодаря эффективной поддержке правительства Чувашской республики привлечено в столицу порядка 400 миллионов рублей. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова